мне очень приятно выступать жалко конечно действительно что не живьем но что поделать наверное может отчасти это и хорошо вот учитывая нашу ситуацию до с пандемии про который мы даже частично с вами сегодня поговорим но тем не менее как уж есть попробуем с вами сегодня поговорить про покрастинацию про то что же нам с ней сделать может и не надо ничего делать и вообще как она влияет на нашу жизнь есть у меня некоторая презентация которую я сейчас вкалючу вот я надеюсь что все видно и собственно что же но тут сказано про то кто есть чуть чуть меньше чем про меня сказали вот пока писали про меня я уже стала из научного старшим ну да ладно а собственно что же такое прокрастинация да и вот должна сказать очень забавный момент я откладывала написание презентации естественно до самого последнего момента как истинный прокрастинатор а иначе как я могу погрузиться глубоко в тему не будучи сама прокрастинатором и вот я должна сказать что данный чудесный мем по поводу прокрастинации которая научила меня делать 30 минут работы за 8 часов 8 часов работы за 30 минут я нашла буквально за 20 минут до начала наши чудесные лекции мне кажется что это достойно такого ярого прокрастинатора меня и вообще как иллюстрация прокрастинации это выглядит совершенно замечательно собственно да про что же нас с вами лекция про то что мы так уж случилось до отложили фактически жизнь на целый год шутки про то что 20 год можно вычеркнуть да мы видели все да про то что 20 год уходи наконец-то он ушел теперь мы начнем жизнь заново да что же с нами было и вообще как бы являлась ли этот год 20 который ушел и наступивший 21 является ли он каким-то прокрастинационным в масштабах планеты и что делать с вот этой чудесной самоэффективностью и продуктивностью которая нам везде транслируется про это мы с вами чуть-чуть поговорим начать наверное стоит все-таки с того что же такое прокрастинация в общем-то это научный феномен не просто красивое слово трудно проговариваемое чудесно наверное для специалистов по работе с дефектами речи происходит прокрастинация от латинского слова прокрастинатус где про означает вперед или дальше и крастину означает завтра то есть это некоторые черта личности да или же поведенческая диспозиция откладывания или задержки выполнения заданий или принятия решения на самом деле изучение прокрастинации достаточно такой далекий исторический процесс том плане что научный конечно он датируется 1977 годом благодаря выходу книги поля рингенбаха прокрастинации в жизни человека но вообще-то уже даже у древних египтян существовали глаголы целых два глагола для того чтобы обозначать прокрастинацию почему два потому что первый глагол обозначал прокрастинацию а полезную так называемую да когда нужно было откладывать посевную в связи с тем что погода не очень или там какие-то особые приметы или какие-то ритуалы нужно было делать второй же глагол означавший прокрастинацию откладывания он говорил скорее про то что человек ленится не хочет высаживать полезные продукты для египта вот во имя фараона и вот эта вот вся история так что на самом деле уже даже у древних египтян вполне себе были личности которые прокрастинируют прокрастинировали все так или иначе и в разное время считался это нормальным или не очень и сейчас мы с вами пришли к той ситуации когда мы можем выбирать прокрастинировать нам или не прокрастинировать страдать нам или не страдать от прокрастинации поэтому на самом деле мы с вами находимся в более в таком выгодном и выигрышном положении, чем наши предки. Ну, как обычно, на самом деле. Собственно, после Поля Ренгенбаха уже достаточно известные на тот момент психологи Элис и Кнаус, они написали книгу «Преодоление прекрастинации». Оба этих психолога известны тем, что они работали в основном с клиническим контингентом, то есть с людьми, у которых были так или иначе проявления какой-либо психопатологии. Чаще всего это были какие-то депрессивные направления. То есть депрессивный... Чудесное было слово, и оно ушло. Спектр. Вот, это было слово «спектр». Так вот, в дальнейшем уже, опять же, благодаря клиническому опыту Бурка и Юин публикуют свою книгу «Преодоление прекрастинации, что это такое, как с ней бороться». И, наверное, самая такая тоже известная, ну, по крайней мере, для меня уж точно, публикация «Сламона и Ротблюм. Академическая прокрастинация», где проводятся собственные исследования академической прокрастинации с помощью разработанного ими опросника. И я не то чтобы хвалюсь, но скажу, как есть. Я являюсь человеком, который адаптировал этот опросник на русском языке. Вот, и, в принципе, если хотите, если вам это нужно просто так проверить свою академическую прокрастинацию или для какой-либо работы, мне можно написать и, да, можно договориться о том, что я вышлю методические рекомендации, посвященные, собственно, этому опроснику. В 1986 год опубликуется еще одна шкала, посвященная прокрастинации ЛЭЭМ, тоже достаточно известная шкала, которая так называется шкала общей прокрастинации. Ну, собственно, какая бывает прокрастинация? Первичная классификация, ну, научные люди без классификации не могут, нам нужно обязательно все разложить по полочкам. И, собственно, Милграмм со своими авторами выделили первоначально пять видов прокрастинации. Первая из них ежедневная, да, бытовая, то, что мы откладываем мытье посуды, помыть полы, помыть окна, я не знаю, там, постирать белье, ну, вот это вот вся чудесная история, да, а если помыть посуду, то обязательно откладываем сковородку, потому что, ну, конечно, в конце еще и сковородка, как же так. А прокрастинация в принятии решений, в том числе и даже незначительных, то есть, там, не знаю, сходить сегодня, сходить завтра, может, вообще не сходить куда-либо, да, то есть не обязательно это касается каких-то решений, например, поступать или не поступать, в ВУЗ или на работу, или еще какие-то форматы такие более серьезные. Невротическая, да, это все, что касается откладывания жизненно важных решений, вот тут уже конкретно идет выбор профессии, а также создание семьи. Компульсивная, да, где у человека чаще всего сочетается два вида прокрастинации, поведенческая и в принятии решений. И академическая, да, это, собственно, откладывание в выполнении учебных заданий, подготовки к экзаменам и всего прочего. Вот, наиболее изученной, естественно, является академическая, потому что студенты самые доступные для изучения материалов. Поймай рабочего человека, да, заставь его рассказать про то, как он прокрастинирует, вот, хотя, возможно, он будет прокрастинировать, рассказывая про свою прокрастинацию, как вариант, вполне себе даже интересный. Но, тем не менее, на данный момент действительно академическая является самой изученной, я бы сказала, так дотошно, со всех сторон. Также Милграм уже с другими своими соавторами, вот, живет долго, соавторов много, жизнь интересная, да, в 2009 году уже они доработали классификацию и сузили ее до двух видов – прокрастинация в выполнении заданий и в принятии решений. Кроме всего прочего, существует еще один вариант разделения прокрастинации, да, то есть прокрастинация, которая связана со стремлением избегать неприятного дела, той самой сковородки и в конце, которую нужно помыть, да, или связанная с получением острых переживаний в условиях дефицита времени, то есть когда вы сожгли сковородку, а сейчас придет кто-то из тех, чья это была любимая сковородка, вам нужно срочно ее вымыть, вот, но вы дожидались момента, пока вот осталось совсем пять минут, уже звонят в домофон, вот, а вы отмываете сковородку. Что-то у меня сегодня все как-то про сковородки, не знаю, возможно, как-то интересно. Какие еще бывают виды прокрастинации? Данная классификация предложена профессором университета Калгари, достаточно известным человеком в области изучения прокрастинации Феррари, а он со своими соавторами, интересно пересекаются ли эти соавторы Милгрэма и Феррари, ну так неважно, знаем, рассматривает виды прокрастинации, основывающиеся на личностных особенностях людей и их поведенческих стратегиях и условиях откладывания. Таким образом, у нас получаются нерешительные прокрастинаторы, люди, которые очень чувствительны к ответственности за результат, постоянно откладывают принять решение, потому что они переживают. Да, и, естественно, они, если ничего не делают, то они не могут получить низкую оценку своих результатов в деятельности, а значит, у них не пострадает их самооценка, и чаще всего такие люди действительно склонны к перфекционизму, к такому невротическому плохому перфекционизму, который совершенно неэффективен. Искатели острых ощущений, любители помыть сковородку, даже на что-то придумать, еще кроме сковородки, что-то как-то грустно. Таким людям нравится испытывать эмоциональный накал, да, который появляется при выполнении заданий в последнюю неделю, день, час, как бы, да, эти ребятки, которые учат экзамены перед дверью, собственно, уже сдачи этого экзамена, да, то есть они откладывают на крайний срок, потому что они чувствуют максимум драйва и энергии, в том числе и мыслительных, да, в момент, когда остается совсем чуть-чуть времени для того, чтобы сдать. Избегающие прокрастинаторы, люди, которые стремятся не выполнять неприятные для них задачи, да, и в дальнейшем, естественно, не получать ни положительные, ни отрицательные оценки от окружающих. На самом деле это интересный момент, страх получения положительной оценки, потому что люди, которые не уверены в своей самооценке, очень часто боятся и положительной оценки своей собственной деятельности, ведь если их оценят хорошо, значит, в дальнейшем к ним будут предъявлять более высокие требования, а они могут с ними не справиться, как они думают, и, естественно, это вызывает тоже специфический вид переживания и тревоги. Пассивные прокрастинаторы, у которых причиной откладывания является высокий уровень напряжения и тревоги, и активные прокрастинаторы, которые откладывают дела намеренно и более эффективно работают в ситуации дефицита времени. То есть, да, то есть фактически мы постоянно можем сводить к избегающим или получающим удовольствия прокрастинаторам. По факту это основные два таких направления, кто откладывает и где откладывают, в принятии решений или в решении задач. Из чего же состоит прокрастинация? Как и любое, практически, наверное, действительно, любой психический феномен, психическое явление, прокрастинация не просто состоит из двух слов, как я уже сказала раньше, она состоит из четырех компонентов, три из которых достаточно простые, понятные, почти всегда у нас везде присутствуют, эмоции, поведение и когниции, когнитивный компонент. И нельзя исключать бессознательный компонент. И вот даже я тут слегка оделась в бессознательный компонент в виде товарища Фрейда, потому что, ну как же без нашего Зигмунда Яковлевича? Вспомним чудесный фильм. Так вот, что такое поведенческий компонент в прокрастинации, как он проявляется? Поведенческий компонент рассматривается как некоторая форма научения, как неоднократно подкрепляемое поведение. Ну, фактически, да, это можно сравнить с чудесными пёселями Павлова, у которых был условный рефлекс выработан. У человека тоже гораздо сложнее, чем как у собак Павлова, но тем не менее случается вот это подкрепляемое специфическое поведение. И, собственно, опять же студенты, как самый такой частотный материал, они имеют тенденцию избегать задач, которые они считают неприятными и отталкивающими. Ну, понятно, вполне себе, естественно, любой нормальный человек так будет думать, и включаются в деятельность, которая им кажется более стоящей, особенно если она ещё и краткосрочная. То есть, естественно, они не будут ничего делать в долгосрочной перспективе, если им кажется это неинтересным, каким-то требующим большого времени для выполнения. Собственно, это можно рассматривать и как способ избежать ответственности, а также связано с тревогой, в общем, присутствующей у студентов при обучении. Когнитивный компонент прокрастинации здесь может быть рассмотрен как результат когнитивных нарушений, они же когнитивные искажения. Собственно, Элис и Кнаус занимались этим всю жизнь, это их такая большая тематика касаемо когнитивных искажений. И эти проблемы когнитивных нарушений, когнитивных искажений, они никак не связаны с способностями или уровнем интеллекта. То есть, на самом деле, человек может быть как бесконечно умным, так и бесконечно глупым, а когнитивные искажения у него могут быть. У прокрастинаторов же обнаружены сложности в восприятии и адекватной оценке времени. Стоит рассказать про то, что наш мозг работает во временных перспективах в виде прошлого, настоящего и будущего. И искажения одно из них может приводить к снижению или же полному выключению деятельности прокрастинатора. За эту прекрасную теорию, теорию временных перспектив, нужно благодарить Филиппа Зимбардо. Не знаю, наверное, мне кажется, он достаточно известный фигур, не только в психологических кругах. Знаменитый Стэнсфордский тюремный эксперимент. После изучения агрессии Зимбардо занялся изучением временных перспектив. На самом деле, очень интересные исследования у него. Стоит почитать, если вам эта тема как-то откликается. И эмоциональный компонент. Здесь можно отделить страх неудачи и импульсивность. Страх неудачи. Здесь у нас чаще всего есть перфекционистические установки, которые распространятся на все сферы жизнедеятельности. Те самые рациональные убеждения, когнитивные искажения. И то, что я уже говорила, что у нас есть страх успеха и страх неудачи. На самом деле, они оба очень сильно важны для человека. Кроме того, естественно, эмоциональная перегруженность, тревожность, физическая, физиологическая остыничность, низкая самооценка, застенчивость на публике. То есть все, что касается самооценки, неустойчивые, высокого уровня самокритичности. И чаще всего люди такие склонны считать, что успех принадлежит не им. Успех исключительно зависит от внешних обстоятельств. В психологии есть такое понятие, как внешний локус контроля. Так вот, это на самом деле тот самый внешний локус контроля, когда все успехи приписываются исключительно внешним факторам. Там, не знаю, случайность, звезды сошлись. Там, не знаю, короче, там Венера, как с кем-нибудь, там с Марсом и с чем-нибудь еще в какой-нибудь треугольник встала. Вот уже, видите, не сковородка. Да, и все это способствовало тому, что человек, там, не знаю, хорошо выступил, допустим. Но на самом деле это называется внешним локусом контроля. И по-хорошему, конечно, нужно с человеком, если он хочет, работать по поводу этой проблематики, да, чтобы постепенно внешний локус контроля переводить вовнутрь и все-таки использовать внутренний локус контроля, который гораздо более эффективен и все-таки работает гораздо лучше. Импульсивность. Импульсивные прокрастинаторы, они импульсивны, неожиданно. Значит, они имеют сложности в улавливании оценки сигналов, поступающих из окружающей среды. То есть они не просто все улавливают, они могут что-то игнорировать или могут неправильно понимать. То есть они чаще всего не в состоянии откладывать удовлетворение собственных потребностей, да, то есть им вот нужно здесь и сейчас, вынь да положь. И, естественно, у них имеются сложности с самоконтролем. Чаще всего такие люди проявляются в виде, да, той самой борьбы там с какими-то авторитарными стилями взаимодействия, да, пытаются там избежать встречи с внешними требованиями, ну, достаточно такие борцы, вот. Но на самом деле они никакие не идеологические борцы, а просто потому, что они, ну, импульсивные товарищи, что с ними поделать. Вот. И, естественно, они чаще всего сталкиваются с трудностями в мотивационной сфере и сложностями в организаторской деятельности, ну, потому что они сами себя организовать не могут. Не из-за тревожности, а из-за того, что они просто везде и нигде одновременно. Слишком они импульсивны. Бессознательный компонент. Здесь мы говорим скорее о том, что прокрастинация может служить сигналом, да, о наличии каких-либо глубинных внутриличностных конфликтов. Ну, конечно же, у нас у всех так или иначе не есть какие-либо внутриличностные конфликты. Если нет, то вы можете сходить к психологу, обязательно он вам их найдет. Вот. Если хотите, опять же, это как вариант. Можете не хотеть. Вы можете прожить совершенно замечательную, чудесную жизнь, не обращаясь к психологу. И это будет даже круто. Я буду за вас честно рада. Правда. Да. И человек может бессознательно избегать и затягивать в выполнении какой-либо деятельности, имеющей для него определенное символическое значение, да, там, используя какие-нибудь долгие ритуалы по подготовке к выполнению деятельности. Ну, условно говоря, человек, который второй раз защищает диплом, да, ну, он там будет использовать определенный ритуал. Там, не знаю, перед тем, как сесть, написать диплом, я должен перемыть всю квартиру. Да. Ну, в принципе, квартира зато будет чистая. Качество диплома может быть прекрасным, а может быть ужасным. Это уже зависит от, что называется, самого студента, дипломника. Ну, зато квартира будет чистая. Вот. Вот вам, пожалуйста, символическое значение. В прошлый раз я помыл квартиру, я удачно защитил диплом, да, то есть какое-то такое, может быть, такая связка. Вот. Также такая деятельность на бессознательном уровне ассоциируется с каким-либо конфликтом в прошлом и, опять же, расценивается как угроз. То есть, действительно, человек переживает. И вот здесь у меня чудесная шутеечка, очень сильно латентная. Вот. В интернете некоторое время назад появилась такая вещь, как нейромашина, да, это с помощью искусственного интеллекта, да, переводят с различных языков на Google Translate, и можно развлекаться. Вот. И можно, например, писать фразы на русском языке, но задавать Google Translate, как люксенбургский, да, и вот чудесным образом переводить обратно на русский. И выходит некоторый такой очень забавный бредочек. Вот. Иногда в этом бредочке находятся какие-то крупицы истины, как, например, здесь, да, что промедление не является хорошим наказанием. Собственно, да. Кто же с этим поспорит? Что касается перфекционизма и чем он может быть опасен в содружестве с прокрастинацией. Перфекционизм, он характеризуется стандартами, да, которые заранее недостижимы. То есть по факту мы сразу представляем себе супер-мега-идеальную ситуацию, супер-мега-идеально решенные, я не знаю, задачи, идеальную нашу жизнь, супер-мега. Вот. Но понятное дело, что это все недостижимо, потому что это все в нашей голове. Вообще, на самом деле, все в нашей голове, если честно. Вот. Даже наша глава в нашей голове. Но это уже философские вопросы скорее. Есть такой чудесный американский философ Джон Перри. Есть у него такая очень классная книжка, которая называется «Искусство прокрастинации». Если не читали, я очень ее рекомендую на самом деле прочитать. Она небольшая, но она совершенно замечательная. И вот он пишет о том, что перфекционизм относится в большей степени к миру фантазии. Он, конечно, не психолог, он философ, да. Но в общем и целом его рассуждения очень даже логичны и понятны на самом деле на таком общечеловеческом уровне. Истоки же перфекционизма могут быть как в излишнем хвалении ребенка, да, так и в полном отказе от похвалы. Конечно, есть определенное генетическое влияние, не такое большое на самом деле. Но тем не менее вопрос между тем, как хвалить ребенка, остается очень сильно важным. То есть не нужно ребенка перехваливать и не нужно его недохваливать. Вполне себе буддистский срединный путь во всем на самом деле работает почти всегда. В сочетании с прокрастинацией перфекционизмом вполне себе может быть серьезной проблемой в жизни человека, да. Потому что, стремясь к какому-то идеалу, да, люди могут откладывать свои дела и страха, что не способны достичь поставленной цели, да. И не начинать, естественно, они будут никакую работу, потому что они сделают ее не идеально. Ну, то есть, если я сделаю работу не так идеально, как она представлена в моей голове, то смысл мне вообще ее делать. Лучше я тогда ничего делать не буду. Вот, пожалуйста, вам перфекционист, как размышляет перфекционист-прокрастинатор. Да, но, конечно же, сразу идет провал, как только человек пытается рассуждать, что он может не сделать работу и что случится, если он ее не сделает, да. То есть, на самом деле, здесь ставится что хуже, что лучше. Сделать не идеальный или вообще не сделать и получить огромный фейл, на самом деле. Оказывается, что невыполнение еще хуже, на самом деле, поэтому человек все-таки берет и делает. На самом деле, грамотная рефлексия достигается либо самостоятельно, да, либо благодаря как раз работе там, да, со специалистом, либо в течение все-таки некоторого возраста позволяет снизить эмоциональное напряжение, да, и вообще, на самом деле, для всей этой ситуации можно задавать каждый раз себе один и тот же вопрос, который очень сильно помогает. Насколько идеальное выполнение важно в данном случае для меня и для других, особенно для других. И в подавляющем большинстве случаев оказывается, что не идеально выполнена работа устраивает всех. На самом деле, это действительно так, потому что то, что в вашей голове идеально, может быть совершенно не так в другой голове, в голове другого человека. Как было сказано в еще одном другом чудесном нашем советском фильме, да, глава предмет темный исследованию не подлежит. В принципе, ничего не поменялось. Мы, конечно, исследуем, но, по крайней мере, вот по-прежнему, ну ладно, не очень темный, но так, темненький предмет. И вот, пожалуйста, да, первую заповедь перфекционист-прокарстинатора лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня. Так что, в общем-то, можете соблюдать ее, если хотите. А можете не соблюдать, можете задать себе вопрос, все ли устроит, если вы сделаете неидеально людей вокруг и вас, или нет. Что касается пандемии, да, в период пандемии, который, на самом деле, можно сказать, что длится частично и сейчас, в полупандемии, да, мы все оказались в очень необычной ситуации. На самом деле, и кто как с этим справлялся, очень интересно. Наверное, все, так или иначе, слышали про этот чудесный проект из-за изоляции, да, вот я частично выбрала картинки, которые, мне кажется, достаточно забавными и интересными. У меня оказалось целых, походу, два Босха. Ну, да, любовь к Босху здесь проявляется. И как же, что же происходило, да, с трансформацией, собственно, нашего рабочего и образовательного процесса. В случае образовательного, да, это было достаточно сложно, потому что многие преподаватели, особенно с более старшего возраста, они имели большой недостаток, да, навыка использования онлайн-платформ. У них у всех даже, может быть, и компьютеры еще были, на самом деле. Да, проблемы с техническим обеспечением, да, все, что касается самих студентов, которые оказались в этой ситуации, то они вынуждены были проводить 24 на 7 время за ноутбуком. До этого они хотя бы хоть как-то друг с другом общались, чтобы было вообще-то очень даже позитивно. В принципе, для всех людей положительно общаться друг с другом. Вот, на работе за чашкой кофе тоже полезное общение, да, немножко разбавляет ситуацию рабочую, ну, вообще в целом влияет позитивно. Вот, различные задания и обязанности, да, где везде стоял дедлайн, и везде нужно было только онлайн работать. То есть там, где человек, например, более успешен был в ситуации личного взаимодействия, здесь он мог оказаться неуспешен. Да, и человек мог достаточно активно прибегать к прокрастинации, чтобы не оказываться в ситуации неуспешности. И вот кто как, да, то есть кто как мог занимал свое время, да, вот кто-то там делал всякие различные картины в формате изоизоляции, да, кто-то стал посещать бесконечное количество свободных курсов, смотреть театральные постановки. И я не говорю, что это плохо, я говорю о том, что это способ справляться, да, в том числе и с напряжением, которое возникло в период пандемии, собственно. Ну и частично оно, наверное, продолжается и сейчас, потому что, да, многие все-таки переведены на удаленный формат работы снова в связи, да, с возросшим количеством заболеваний. Проблема в том, что нарушение такого привычного ритма, да, приводит к тому, что сложнее планировать время, потому что ты находишься все время дома, да, и хорошо, что если ты один или там еще кто-то с тобой, в смысле один человек, максимум два, но если это вся семья, это очень тяжело, причем как для родителей, так и для детей, если есть еще старшее поколение, это дополнительно тяжело, да, то есть на самом деле напряжение возрастает. И многие люди, и многие студенты, да, могли отказываться от формата обучения, потому что они уже начинали сомневаться, а нужно им вообще это или нет. Вообще, что нужно нам, как людям, которые, да, вот оказались в такой ситуации? Нужна ли та профессия, которую мы получаем? Вдруг мы все будем теперь всю жизнь так на удаленке, да, и что же тогда делать, если я там какой-нибудь специалист, который только живьем может работать? Вот, не все форматы деятельности все-таки можно перевести на удаленку. Наверное, сложно сковать какой-нибудь продукт, не будучи непосредственно в кузне. Вот, поэтому действительно проблема такая достаточно активна и ярко обсуждаемая. Собственно, я зашла на один из чудесных сайтов, да, где можно было посмотреть, какие статьи публиковались, да, в период пандемии. И вот, пожалуйста, да, какие вопросы интересуют. Социальные аспекты дистанционного обучения, да, пандемии, уроки, извлеченные в дошкольных учреждениях, да, поддержка сверхнормативной активности молодежи в ситуациях пандемии, да, библиотеки мира в период пандемии. Библиотекам и так, на самом деле, сложно везет, вот, если они не какие-нибудь крупные и крутейшие, типа нашей Ленинской библиотеки или там какой-нибудь библиотеки Тринити-колледжа в Дублине. Хотя кто что-то ходил-то, никто не ходил, бедные библиотеки, да. И, да, там, этому невозможно обучить онлайн, прикладные специальности. То есть, на самом деле, публикаций стало очень-очень много, посвященных тому, что же делать с этим онлайн-образованием, и как справлялись, и как справляются, и получается ли справляться с прокрастинацией, и онлайн-форматом на данный момент в разных средах, в рабочей среде, в среде обучения, да, и в среде, касаемой, естественно, культуры в области, потому что, ну, куда же мы все-таки без культуры? Я, например, честно скажу, очень сильно страдаю без возможности пойти и насладиться картинами. Ну, то есть, сейчас была возможность, и там, слава богу, пару выставок удалось посетить, и это было совершенно потрясающе. Но для меня, например, никогда не заменят, да, там, цифровая копия, какая бы она крутая ни была, какая бы она высококачественная ни была, живого общения с картиной. Это все-таки определенное взаимодействие, определенный формат, да, в том числе и театральные постановки, да. Вы участвуете все-таки в живом общении между зрителем и артистом. Это, ну, невероятно здорово. Даже, на самом деле, зал кинотеатра, это тоже определенный формат. Вы все здесь собрались для того, чтобы посмотреть один фильм. Кто вы друг к другу, вообще друг к другу не знаете, но вы все реагируете. Это тоже определенное, как бы, да, взаимодействие, которого нам всем не хватало в период пандемии. И, наверное, сейчас все-таки немножечко тоже не достает. И вот чудесная статья Пола Адамса, да, американского тоже профессора. Которая называется «Рефлексия повседневности в условиях пандемии COVID-19. Естественный эксперимент в образовательной среде». Очень интересный эксперимент провел этот профессор. Он вел дневник свой собственный, да, и, собственно, это уже там выводы из его дневника. Можете найти эту статью, если вам интересно, и почитать ее. Она правда интересная, то есть я как бы ее оставила для самостоятельного изучения. Каждому, кому будет это покажется занятным. Но вот он вел дневник и опубликовал статью в виде того самого естественного эксперимента. Там отдельная история про то, как это сложно зарегистрировать как естественный эксперимент. Хотя, на мой взгляд, это самая крутая вещь, которая может быть естественный эксперимент. То есть никаких условий даже особенно не ставили, а все, как есть в жизни, просто было зафиксировано. И вот что он пишет, да, что начальная фаза адаптации к дистанционному обучению вызвала ощущение, что все рушится. Да, вот это вот чувство разобщенности, да, никому не хотелось прощаться с своей работой. Да, многие не думали, что они на такое длительное время, опять же, покидают, да, свое рабочее пространство, которое тоже было для них, ну, которое было обустроено. Да, естественно, это были и какие-то депрессивные моменты, рассеянность, дезориентация, расчарование. Да, плюс момент, связанный с сокращением количества и качества свободного времени в результате дополнительного времени, потраченный на адаптацию учебных материалов для онлайн-обучения и снижения производительности труда. То есть, да, переход на онлайн-образование, да, и то, что фактически ты все время находишься, вот непонятно, то ли дома, то ли на работе. То ли дом на работе, то ли работа дома, то ли что, то ли как. Да, и человек не может долго находиться в такой ситуации, он либо адаптируется, либо начинает всячески пытаться вытащить себя из этой ситуации, например, с помощью прокрастинации, да, то есть находить какие-то интересные выходы. Вот, опять же, вернемся к той же самой из-за изоляции, да, где люди вполне себе очень правильно поступали, когда пытались разнообразить свою локдаунную жизнь. Или, к примеру, можно привести чудесный сериал-постановка, вот, по-моему, даже есть некие поиски, с Дэвидом Тенантом и Мартином, господи, нет, было, склероз веселая болезнь, ничего не помнишь, каждый день новости. Так, и Майкл Шинн, как я могла забыть про Майкл Шинн? Дэвид Тенант, Майкл Шинн, если интересно, тоже можете посмотреть сериал тоже про трудности самоизоляции в Британии. Вот, наш сериал, я думаю, так или иначе все видели, вот, тут можно даже особо ничего не говорить. А тут еще и актеры, как они страдают без возможности выйти к зрителю. Дальше, да, что случилось? Через три недели, да, после начала кризиса, человек почувствовал сдвиг, да, некоторый формат адаптации, приспособления, да, но, опять же, он понимал, что это достаточно хрупкий процесс, да, и что чуть что произойдет, он может вполне себе разрушиться. Да, да, и постоянный формат привыканий к чему-то новому, он способствовал тому, что человек все-таки держался, да, но, к сожалению, вот он пишет о том, что в моем ментальном состоянии уже что-то изменилось, да, заметил перемены в музыкальном вкусе, вот, на самом деле, да, наши привычки начинают меняться и перестраиваться, потому что, если раньше у нас был формат все-таки работа это работа, а дом это дом, то здесь это получалось, что я должен свое пространство рабочее отделять, и я все-таки должен регламентировать рабочее время, я не могу быть 24 на 7 на связи. И, да, пока он приводит там вот крайний свой вывод, он не закончил, естественно, этот эксперимент, ну, эксперимент у нас пока еще не закончен, вот, пандемия все еще присутствует в нашей жизни. Странным и чуждым он описывает этот опыт, да, вот, определенные равновесия, да, ну, вот он там еще в дневнике своем пишет про чудесный сон, которому приснился, да, с убегающим трактором, которым пытался управлять с помощью длинной палки, вот. Вот, то есть, на самом деле, вот эта вот новая норма, с которой мы все столкнулись, она очень уязвима пока что, да, и мы все, благодаря в том числе и прокрастинации, да, можем справляться с чувством вот как раз той самой депрессии, да, и тревожности, которая нас всех накрывает. Ну, и вот тут справа представлена чудесная картиночка в виде кружки королевы прокрастинации в самоизоляции, которую я себе заказала в период пандемии, у меня она даже есть, я даже из нее сейчас пью водичку, кстати, мне надо попить водички, вот, которая, на самом деле, меня очень сильно вручала, потому что я понимала, что, ну, хоть как-то надо справляться с ситуацией, да, вот вам чувство юмора, вот оно, пожалуйста, здесь проявляется. Вот. Что касается вот этой вот открытостью, да, знаний, с которыми мы столкнулись в интернете, да, и в период пандемии, что стали доступны библиотеки, стали доступны музеи, да, театры, огромное количество знаний, на самом деле, вывалилось на нас, на всех, помимо работы и перехода к этому новому формату. Ну, и есть вот такие массовые открытые онлайн-курсы, да, это достаточно быстро развивающиеся явления в цифровую эпоху, и, наверное, многие заметили, что люди в период пандемии стали, некоторые из людей, да, кто остался на локдауне, стали сверхпродуктивны, да, там, они записались на большое количество курсов, да, стали, там, не знаю, кулинарами, там, не знаю, вышивальщиками, профессиональными комментаторами прочтенных книг, еще кем-нибудь, вот. Опять же, это неплохо и нехорошо, это способ справляться с ситуацией. Другое дело, как это все-таки работает в долгосрочной перспективе, и вот исследования, да, китайских наших коллег, как раз вот этого МОК массовых открытых онлайн-курсов и прокрастинации показывают, да, что, естественно, способов откладывать очень много, бесконечное количество. Я вам скажу, даже я откладываю, я записалась на курсы по обработке фотографий, и я до сих пор не посмотрела оставшуюся часть лекции, потому что я смотрю на это и думаю, ну, потом, вот завтра-завтра, пока это завтра, не сведет его, в общем, да. Собственно, какие у нас есть, какие были у исследователей из Китая способы стимуляции, да, избегания прокрастинации для студентов выбраны? Значит, просто был призыв к выполнению задания, да, то есть какие-то рассылались сигналы, напоминание о крайнем сроке, были описательные нормативные вмешательства, это информирование о степени выполнения заданий с верстниками, то есть как другие справляются, да, сколько человек уже сделало задание, и был также простой призыв к выполнению задания, но в сочетании с финансовым стимулом. И что же обнаружили наши китайские коллеги, да, что вот те самые описательные нормативные вмешательства, когда нам сообщают о том, как другие коллеги делают, выполняют задания, они достаточно эффективно оказываются в долгосрочной перспективе, приводят к более высокой вероятности выполнения заданий, более короткому времени до завершения этого задания. А вот напоминание о крайнем сроке, напротив, имеет достаточно сильный контрпродуктивный эффект. Собственно, об этом вы можете прочитать в статье, на которую я тоже оставила ссылку. Можно почитать. И в общем и целом, действительно, постоянно напоминать о крайнем сроке, это не очень работает, даже с теми самыми открытыми онлайн-курсами. И тут возникает следующий вопрос. Вот такая вот массовая доступность, призыв, я бы сказала, к тому, чтобы быть лучшей версией себя. Я бы даже сказала в кавычках лучшей версией себя. Да, по факту оказывается не таким уж и полезным, опять же, в долгосрочной перспективе. Да, собственно, люди достаточно сильно уже устали быть той и стремиться, да, быть той самой лучшей версией самого себя. Поскольку в погоне за этим недостижимым, мы помним про перфекционизм, да, а это именно перфекционизм, можно превратить свою жизнь, мало того, что сейчас, да, так и вовсе пропустить всю свою жизнь мимо. Потому что пока ты наращиваешь всякие разные навыки, ты пропускаешь жизнь, не все люди способны, и я бы сказала, они этому даже не очень сильно обучают. Вот, изучая что-то новое, да, изучая новые навыки, все-таки находиться в моменте. Вообще, вот тот самый mindfulness, да, и такая осознанность, это про то, как мы можем отслеживать себя в моменте. А если у нас нет этого навыка, то сколько бы мы языков не выучили, да, это все равно будет нам никак в долгосрочной перспективе. То есть, конечно, вы можете щеголять, да, всякими разными чудесными фразами типа «peraspera adastra». Вот, в случае медиков, возможно, это будет какой-нибудь «perrectum adastrum», я извиняюсь. Вот, кто понял, тот понял. Вот, это можно вырезать, если что. Но, тем не менее, да, в долгосрочной перспективе знания, которые никак не сопрягаются, да, с нашим внутренним содержанием, а вовнутрь мы смотрим не очень часто, потому что немножко страшно смотреть вовнутрь, они забываются, ну, потому что еще даже Шерлок Холмс говорил, да, что нужно тащить свой чердак все-таки знания, которые могут пригодиться. Это правда. Если что-то сильно вам противоречит, да, сильно вам не лежит, но вы это делаете, потому что так модно, это, не знаю, советуют блогеры или там, да, инфлюенсеры, простите, новое слово, да, не блогеры, а инфлюенсеры. Да, но это если вам не близко, то оказывается, что, во-первых, вы долго не можете справиться с тем, чтобы приспособиться к этому, а во-вторых, можете откладывать все это, откладывать свою жизнь, пока не наступит этот навык, а он, скорее всего, не наступит, да, и в итоге вы чувствуете беспокойство, тревогу, депрессию, ну и что делаете, и в лучшем случае вы идете все-таки к специалисту, который вам помогает. Поэтому вот это вот саморазвитие, да, оно все-таки, оказывается, иногда играет с нами злую шутку. На самом деле, еще в середине 20 века известный психолог Абрахам Маслоу, да, он говорил о самоактуализации, да, что это желание человека стать тем, кем он может стать. Собственно, да, это тот человек, который достиг того уровня развития, да, где он полностью использует свои таланты, способности и потенциалы личности, да, самоактуализировать, это значит стать тем самым человеком, которым мы можем стать, достичь вершины нашего потенциала, да, ну вот музыканты должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты должны сочинять стихи, ну да, и в конце концов хотят быть в мире самим собой, да, люди должны быть тем, кем они могут быть, они должны быть верны своей природе. И вот здесь вступает как раз та самая модность, которая вокруг есть, что модно быть таким-то, таким-то и таким-то, да, и модность играет с нами злую шутку, да, то есть мы становимся вроде как теми, кем мы предполагали стать, но мы чувствуем себя все равно несчастливыми. И в погоне за тем, как мы пытались стать, мы в итоге отложили всю свою жизнь, то есть в итоге мы пропустили, да, там, не знаю, какие-то вещи, которые делают нас абсолютно счастливыми, это может быть любая, казалось бы, даже ерунда, не знаю, встать самому с утра без будильника, это может сделать человека счастливым, да, проснуться тогда, когда тебе хочется проснуться, а не тогда, когда тебе это сказал будильник, работа, там, не знаю, твой партнер, да, или ребенок пришел и рыбудил, вот. Это же тоже счастье, да, спокойно попить, выпить чашку кофе, да, съесть, не знаю, любимое пирожное или не пирожное, или даже съесть шашлык, да, то есть на самом деле это все, если к этому относиться достаточно осознанно, не с перебором тоже, помним про срединный путь, он всегда хорошо работает. Это все способствует тому, что человек все-таки наслаждается жизнью, да, и как бы это ни звучало, наслаждение в хорошем смысле это, ну, то, для чего человек в том числе здесь тоже, не только для того, чтобы решать задачи, да, но в том числе для того, чтобы иметь какие-то простые радости, да, иногда сложные, вот, но почаще всего все-таки простые. Выйти на улицу в дождь, вот сегодня это прям, не знаю, в Москве это прям, когда дождь пошел, я была очень сильно радостна, мне прям было очень прекрасно, вот, казалось бы, сегодня же дождь пошел после многодневной жары, вот она простая радость, да, и классно все-таки наслаждаться именно этим и не пропускать жизнь в погоне за какими-то инфлюенсерными идеалами на самом деле, да. Опять же, вся самоактуализация, она не сводится к исключительно созданию произведения искусства, да, и на уровне, когда человек уже готов к самоактуализации, да, это высший уровень иерархии потребностей, люди сильнее всего отличаются друг от друга, вот про это на самом деле часто забывают, да, то есть мы должны отличаться, и это такой очень важный момент, в том числе и в том, как мы с вами прокрастинируем, тоже можем отличаться. Всегда ли прокрастинация, да, она наносит вред, или все-таки она бывает иногда достаточно полезной? Как мы помним, у нас есть два варианта, да, пассивные прокрастинаторы, которые, ну, вот, привычные, да, в традиционном смысле, то есть они откладывают и переживают, да, и активные, те самые товарищи, которые предпочитают работать под давлением времени, да, принимают осознанные решения отложить, то есть, ну, вот, например, ну, я, правда, сочетаю, наверное, в себе и пассивного актива прокрастинатора, то есть, с одной стороны, я накапливаю знания, да, всякие разные статьи читаю, размышляю, разговариваю с коллегами, с друзьями, да, и достигая определенной точки в своих внутренних рассуждениях, да, на тему, я сажусь писать, там, статью или сажусь писать презентацию. Я помню чудесный момент, когда как раз в Научном центре психического здоровья моя тема диссертации проходила утверждение, Александр Сергеевич Тиганов, руководитель Центра на тот момент, к сожалению, он уже, ну, по-моему, пару лет, полтора года или сколько, к сожалению, он уже не с нами, он задал мне чудесный вопрос, что, вот вы говорите, что все откладывают, да, получается, что научные сотрудники, когда пишут статью в крайний срок, они тоже, что ли, откладывают? Но на самом деле это не совсем так, то, что, то, как именно откладывают те самые научные сотрудники, это способ мышления, один из форматов мышления, один из форматов распределения времени, потому что научный работник, да, на самом деле не только научный, так многие люди делают, просто не замечают этом, он не просто откладывает, он всегда находится в процессе размышления, да, фоновым режимом включено размышление на тему той самой статьи, презентации, лекции, доклада, того, что ему нужно в итоге представить, и садится он писать тогда, когда он чувствует, что уже он может что-то выдать такое цельное, да, и что-то новое, то есть на самом деле прокрастинация не всегда вредна, вот такая прокрастинация, да, которая уже у взрослых людей, она вполне себе даже полезна, то есть как бы если бы вы сели с самого начала писать, вы могли бы сидеть и переживать перед пустым листом, да, вот этот вот страх пустого листа в Варде, это просто еще хуже, чем любая прокрастинация на свете, ну, для меня, по крайней мере, точно, поэтому я избегаю пустых листов в Варде, всегда что-нибудь пишу. Да, чем еще может быть прокрастинация, если не просто потеря времени, да, или способом такого обдумывания материала, да, какого-то новой переработки. Собственно, мы помним про то, что у нас не просто развиваются технологии, у нас активно развивается наша досуговая сфера деятельности. Я бы даже сказала, местами активнее, чем все остальное, но это уж как есть. Да, и с одной стороны, занимайся чем угодно, занятия по душе найти просто вообще очень легко, а с другой стороны, человек может быть парализован вот этим вот огромным количеством, да, выбора из большого числа различных занятий, да, там он может, он не знает, чем ему заниматься, он не знает, кто он, не знает, что он, и, собственно, да, вот та самая чудесная картинка, что доктор, что со мной прокрастинация, о боже, я буду жить, да, но потом. Более того, мы все получаем огромный поток информации, на который мы тратим очень много времени, очень много энергии и очень много сил, на самом деле, и это не в пользу нам идет, то есть, да, вот это ежедневное прокручивание соцсетей, которым, которому, к сожалению, многие люди пристрастились, в том числе и после пандемии, оно, опять же, ну, оказывает негативное, скорее, воздействие, да, плюс появляются, да, различные, там, форматы тревожности, потому что новости, если просматриваем, да, там вся эта информация по поводу той же самой пандемии, да, там, не знаю, фейки появляются, просматриваешь каждый день фейки, здесь можно отослать к чудесному исследователю Александру Архиповой, вот, который этим занимается. И, собственно, да, человек, испытывая такие трудности, да, он хочет, естественно, отвлечься и расслабиться, да, но, к сожалению, отвлечься и расслабиться можно надолго, вот, затянуть это настолько сильно, что уже нельзя будет избавиться от этого формата, да, и, да, не ругайте ленивых людей, они ничего не сделали, вот, помните об этом. А лень, на самом деле, не такая уж и плохая, и лень, по факту, не является ни самой прокрастинацией, ни причиной прокрастинации, да, она может присутствовать, может быть косвенно причиной, да, но напрямую она с ней, это не синонимы лень и прокрастинация. При лене человек не страдает от того, что ничего не делает, при прокрастинации он все-таки страдает, он испытывает определенный дискомфорт эмоциональный, психоэмоциональный, в отличие от лени. Лень – это вообще прекрасное состояние, лежишь на диване, ленишься, и тебе хорошо. В случае с прокрастинацией лежишь на диване, понимаешь, что тебе нужно сделать чуть-чуть много всего, и тебе совсем нехорошо, но ты все еще продолжаешь лежать на диване. Как чудесная шутка про каникулы, да, наши новогодние, что там первые, там, три дня, там лежишь и радуешься тому, что лежишь, да, тому, что не нужно идти на работу, а остальные дни, да, тревожно, продолжаешь лежать, но уже более тревожно. Вот она прокрастинация, что ты не делаешь тех дел, которые хотел сделать за время каникул. Прокрастинация, так или иначе, может быть связана, да, с проблемой самовосприятия, да, и взаимодействие с семьей, с коллегами, с социумом, да, так или иначе, будет оказывать на нас большое влияние, на нашу самооценку. И может, к сожалению, оказывать и негативное влияние на самовосприятие, может делать человека уязвимым, ранивым, неустойчивым к стрессовым ситуациям, да, постоянно ощущение беспокойства, оно, естественно, будет отвлекать и мешать сконцентрироваться на решении каких-либо задач, в том числе и важных, да, и все это может стать предиктором возникновения прокрастинации, да, то есть предпосылка возникновения явления прокрастинации. Собственно, нужно помнить, что вообще любая деятельность отребует от человека как физической, так и эмоциональной вовлеченности, да, поэтому, собственно, это не лень, так или иначе, прокрастинация. Человек иррационально тратит время. Опять же, прокрастинатор, который не умеет грамотно распорядить свою прокрастинацию, он действительно иррационально тратит время. Чуть позже я скажу, как можно тратить неиррационально время и как можно обуздать свою прокрастинацию, да, и лень – это фактически невротическая форма поведения, простите, не лень, а прокрастинация, это фактически невротическая форма поведения в целях защиты личности, да, то есть то, что мы с вами говорили про, например, страх успеха, да, Вот как раз, может быть, у людей, у которых есть такие различные трудности социального взаимодействия, да, то есть если я буду успешным, от меня будет больше требовать, а я не смогу, что же мне с этим делать, да, или же, например, если я сделаю в крайний срок и сделаю неудачно, я могу всегда сказать, что у меня просто было мало времени. Это тоже защита определенная, да, то есть на самом деле прокрастинация очень часто как формат обезопасивания себя от вот этого вот разрушения нашего самовосприятия и нашей самооценки, да, и, собственно, мы прокрастинируем, когда наше чувство, собственно, достоинства или независимость находится под угрозой, да, и никто не прокрастинирует для того, чтобы чувствовать себя плохо. Ну, понятное дело, вот, пока что таких случаев, по крайней мере, в своей научной карьере я, шут, не заметила, да, естественно, никто не хочет свое драгоценное время-то тратить на то, что ему не нравится, да, и тратить он будет на интересные вещи. И вот то самое, про что я уже упоминала, да, что если человек занимается чем-то интересным, да, в качестве прокрастинации выбирает какое-то, не знаю, хобби или что-то, что его увлекает и дает ему ту самую психоэмоциональную энергию позитивную, да, это фактически возможность дать себе время для того, чтобы обдумать и собраться с мыслями и вернуться к выполнению необходимого задания уже с более позитивным настроем, да. Можно даже придумать что-то необычное, креативное, нестандартное, но самое главное, что вы не будете уже чувствовать такое отторжение к той задаче, которую нужно сделать. Опять же, если это не сковородка, хотя, не знаю, может, сковородка тоже сработает, надо попробовать. Да, и в таком случае, на самом деле, когда мы пытаемся перебирать дела, которые будут являться прокрастинацией по отношению к важным делам, это может быть отчасти поиском себя. Да, сейчас все ищут себя, да, вот, можно зайти в торговый центр, найти, короче, карту торгового центра и найти там себя, ну, там всегда написано, вы здесь, вот, если вдруг вы потеряли себя, вот вам чудесный лайфхак, как найти себя. Вот, в любом торговом центре вы себя найдете. Вот, ну и да, с другой стороны, мы здесь не для того, чтобы всем нравиться, как я лично предполагаю, мы здесь для того, чтобы научиться радоваться жизни и научиться совершать ошибки. Это важные вещи. Прокрастинация – это тоже проблема, связанная с тем, что мы боимся совершать ошибки и считаем, что нужно сделать все заранее идеально. Нет, вообще не нужно. Нужно, наоборот, если вы очень сильно переживаете, можно даже поставить себе задачу специально облажаться лучше всех. Как вариант, вполне себе. Если говорить о психическом здоровье, да, то здесь можно упомянуть, например, такой фактор, как психологическое благополучие, да, и вот я нашла чудесную статью про кррастинацию в сфере здоровья, сбережения и психологическое благополучие. Если тоже вас отсылаю к ней, можете ее почитать, она есть в свободном доступе, где было выяснено, что лица, участвующие в программах, направленных на укрепление здоровья, да, тоже склонны к прокрастинации. И в долгосрочной перспективе, да, это все-таки приводит к сложностям в организации повсенедренной деятельности, да, тому самому чувству слабого контроля над складывающими себе обстоятельствами и безрассудному отношению к представляющимся возможностям. Да, то есть, на самом деле, психологическое благополучие будет снижаться, да, если будет возрастать прокрастинация. Все это, на самом деле, чаще всего связано с тем, что действительно никто нас особо сильно не учит чудесной, очень дзенской задачи под названием делать ничего. Скажу честно, время от времени и студентам в том числе я задаю такую задачку, я говорю, вы попробуйте делать ничего, вот прям поставьте себе такую задачу. И пока что ни я, никто из моих студентов и коллег не смогли справиться полностью, то есть, как бы, да, там минут пять еще можно поделать ничего, но дальше начинается та самая тревога, что как же так, я ничего не делаю. Вот, несмотря на то, что даже это определенная задача делать ничего. И в клинических, в моей клинической практике, да, собственно, тоже прокрастинация часто очень приводит к депрессивным расстройствам, аффективным расстройствам, да, то есть человек страдает из-за того, что он не может ничего начать делать, вот. А начать делать он ничего не может, потому что у него постоянно плохое настроение, постоянно находится в ситуации страданий, да, и такой замкнутый круг приводит к ухудшению психического самочувствия, да, и, собственно, эффективности человека в социуме, да и для самого себя в том числе. Все ли так плохо, если прокрастинация является нашим стилем жизни, да, ну, вот вам, пожалуйста, врач прокрастиновок, который приведет вас завтра или послезавтра, ну, и пролей, да, что это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции и механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполнения задачи. Как я уже говорила, очень часто существует, да, та самая проблема белого листа, то есть это сложности начала. Самое сложное начать, да, вот чудесный, если я правильно помню, по-моему, тоже философ, Элизер Ютковский говорил, что быть посреди процесса работы гораздо менее болезненно, чем быть посреди процесса прокрастинации, ну, так и есть, да, и вообще нам гораздо проще что-либо уже делать, если мы находимся в середине процесса, нам сложно всегда начать, да, и первые несколько минут это действительно пытки и страдания, возможно, в аду именно такие пытки используются, вот, ну, явно там используется жара больше 34 градусов, вот, и, скорее всего, бесконечный белый лист в Орде, ну, для меня, по крайней мере, это было бы ужасным страданием. Да, а что же можно сделать, как можно с этим справиться? Можно сказать себе чудесную фразу под названием «не хочешь или боишься быть первым, так будь вторым». Время от времени я это проворачиваю на лекциях со студентами, те, кто боится выступать первым, работают прекрасно на самом деле, да, и другой вариант, например, что не стоит начинать новую жизнь с понедельника, вторник вполне подойдет, то есть, да, вот эти моменты связанные, что я начну там с нового месяца, с нового года, с дня рождения, да, то есть, на самом деле, подводить к каким-то круглым датам не стоит, это будет очень большое, очень много значений придается этому, естественно, очень много человек начинает от себя ожидать, да, то есть, включается тот самый механизм перфекционизма, и в итоге деятельность стопорится. По поводу временной перспективы тоже уже я говорила, но тем не менее, да, когда вы строите планы, да, там, похудеть, написать книгу, выучить язык, естественно, вы планируете это для себя в будущем, то есть, для себя в будущем все выглядит прекрасно. Когда вы думаете, да, о будущем, я думаю, что у меня еще как раз 10 минут, и я закончу. Мозгу, естественно, легко увидеть ценность своих действий, да, они имеют долгосрочные преимущества. Ну вот, да, когда я там стану таким-то, жизнь моя будет замечательной. Нет, потому что вы в любом случае, скорее всего, не начнете свой чудесный путь к замечательной жизни, потому что застопоритесь на самом начале чаще всего. Значит, и когда время, почему? Когда приходит время принять решение, да, вы делаете выбор не для себя в будущем, вы же в настоящем. А в настоящем моменте сесть на диету, начать учить язык, выглядит как сплошное страдание. Это тяжело, да, особенно если это еще и не согласуется с вашим внутренним я, с вашими внутренними какими-то установками, да, с тем, что вы действительно, чего вы действительно хотите в этой жизни, то это полное страдание, да, то есть это ужас какой-то. Вот. А мозгу нравится мгновенное удовлетворение, а долгосрочный выигрыш, он, в принципе, приемлет, но лучше мгновенное. Ну, лучше сейчас. Конечно, можно потом, но давайте лучше сейчас. Вот это так работает наш мозг. Собственно, временная перспектива состоит у нас из негативного прошлого, позитивного прошлого, настоящего и будущего, да. И очень важно еще уметь перестроиться с негативного прошлого, то есть тех моментов, когда у вас что-то не удавалось, и мозг это запомнил. Мозг, на самом деле, не такой уж дурачок, он, на самом деле, очень правильно запоминает негативные моменты, но иногда это с нами просто играет злую шутку. Он запоминает это на всякий случай, потому что, чтобы такого больше не произошло. Понимаешь, что было не очень, давайте-ка запомним, как было не очень, чтобы избегать этого. Но если накапливается этого много, это может, к сожалению, послужить очень негативным таким моментом, да, для того, чтобы все-таки начать какую-то новую, ту самую новую жизнь, что называется. Нужно пробовать перестраивать с негативного прошлого на позитивное прошлое, та самая реорганизация травматического опыта. Одному в редких случаях, кто очень большой молодец, да, и очень классно умеет рефлексировать, или же с помощью специалиста, да, эмоциональное переживание, борьба с сложившимися когнитивными искажениями, теми самыми, про которые мы говорили еще в самом начале. И как только с этим справились, возникает, естественно, ориентация на будущее. И, как я уже тоже говорила, важно быть в настоящем моменте, потому что постоянные временные скачки отбирают очень большое количество энергии у нашего главного инструмента, головного мозга. На самом деле мозг является самым энергопожирающим в нашем организме. Вся энергия в первую очередь идет на питание головного мозга, а потом уже все остальное по остаточному принципу. Поэтому, чтобы избежать различных багов нашей системы, нужно все-таки пытаться ее упростить, закрыть количество вкладок, которые открыты одновременно, потому что обязательно в какую-нибудь еще играет и музыка, и очень сильно раздражают. Ну, есть только нехорошие, конечно же. Какие есть форматы, да, вот в чудесной книжке Петра Людвига, да, есть чудесный инструмент под названием «Внутренняя игра», тоже рекомендую, кстати, эту книжку вам почитать, который заключается в том, чтобы научиться быть осознанным и вместо импульсивного реагирования привычного на какую-либо ситуацию автоматического попытаться найти другие способы реагирования, да, то есть свободное реагирование на события, уход от ловушки автоматического реагирования. Ну, тут, собственно, я привожу схемы, которые даны в этой книге для того, чтобы попробовать, хотя бы попробовать это сделать. Знаете, на самом деле действительно хороший вариант, если не рассуждать в терминах «получится, не получится», а я просто попробую, а вдруг? Попробую один, второй, третий, пятый раз, может, и втянусь, а может, и интересно будет, а что будет дальше? Да, то есть такой формат срабатывает чаще всего. И есть такой чудесный навык, микронавык, выхода из зоны комфорта. Конечно, нам все говорят, нужно в зоне комфорта выйти, да, а нам бы хоть пожить немножко в зоне комфорта, хоть чуть-чуть, особенно после чудесного 20-го года, да, но, тем не менее, для выхода есть чудесный микронавык героизм, да, он как раз способствует выработке самодисциплины, да, и снижению влияния прокрастинации в том числе, да, есть самурайское правило трех секунд, начните действовать до пятого удара сердца, да, если будете слишком долго размышлять, вас может, ваш, да, речь, быстро, ваш мозг начнет придумывать рациональное оправдание тому, почему бы лучше остаться в этой чудесной зоне комфорта, да, и есть чудесная микропрактика «Я молодец», да, где практикуется выражение благодарности самому себе, это важная часть укрепления любого навыка и формирования любой привычки. То есть встали с утра вовремя, сказали себе «Я молодец», это работает, серьезно говорю, это прям вот проверено 100%. Также у нас еще есть чудесный феномен акразии, да, когда мы знаем, как нужно сделать, все знаем, и делаем ровно наоборот, да, это определенный психологический блок, да, который, к сожалению, нам тоже мешает, да, поэтому и нужно то самое правило трех секунд, да, то есть на самом деле пытаться отключать мозг, потому что время от времени, к сожалению, товарищ нам, ну, как бы, не в дружбу играет, и существует такое понятие, как упорядоченный прокрастинатор, это человек, который успевает сделать многое, не делая чего-то другого, тот самый упорядоченный прокрастинатор, который можно и даже нужно мотивировать на выполнение сложных, актуальных и важных задач, что позволит ему избежать чего-то более существенного, что ему не хочется делать на самом деле, вот, то есть есть такие даже чудесные примеры у товарища Джона Перри, да, по поводу того, как можно себя обмануть. Для начала все-таки скажу не про самообман, а про список текущих дел. Как это работает? Вы можете составлять списки текущих дел, да, здесь важно делать все большие отметины того, чтобы это дело сделали, потому что пугает на самом деле обилие дел, но если вы их зачеркиваете, особенно жирно, естественно, это вас очень сильно радует, вы просто это видите и радуетесь. И говорите себе про микропрактику «я молодец». Плюс дела нужно буквально мелкие делать, да, то есть встать с кровати, да, умыться, сварить кофе, да, та самая японская философия кайдзен, где постоянное самосовершенствование с помощью небольших шагов. И могут быть указания в виде запретов, то есть, например, сесть за рабочий стол, а не на диван. Это особенно актуально для людей, которые работают на удаленке, потому что, чтобы не смешивать личное пространство, да, пространство отдыха и не прокрастинировать, да, нужно все-таки организовать себе рабочее пространство и сесть вот работать в рабочее пространство. Закончили работать, пошли в пространство отдыха, даже если это будет, я не знаю, там полметра на балконе, все равно пространство отдыха это будет, да. Что такое порядочная прокрастинация, про которую я уже скользко упомянула? Это, по сути, самообман. На самом деле мы всю жизнь занимаемся самообманом нашего головного мозга, вот, мы с ним постоянно вступаем в некоторую борьбу, кто кого победит, мы мозг или мозг нас, вот, достаточно занятная история, по крайней мере, жить точно интересно. Значит, важно не просто сокращать, да, список задач, потому что для прокрастинаторов это будет, ну, как бы, иллюзия того, что дел будет меньше, значит, они перестанут передаваться прокрастинации, на самом деле это не совсем так. Таким образом они уничтожают свой источник мотивации, да, то есть на самом деле прокрастинаторов мотивирует то, что дел много, и они достаточно активно будут делать то, что не касается основной деятельности, то есть мотивация будет высокая, но не там, где надо, а в другом деле. Поэтому можно устраивать себе интересные вещи, да, то есть пытаться перестраивать свой список таким образом, что определенно важные дела, да, то есть какие-то глобально важные будут оказываться не первыми в списке, а вторыми, потому что пугает, на самом деле, вот это вот первое, что нужно сделать, что это является важным, придается этому особая значимость. Второй момент связан с четкостью дедлайна, то есть на самом деле дедлайн должен быть достаточно четким, но если там, да, он, то есть вы сами должны выстраивать этот дедлайн, да, ну, я, например, поставила часы у себя на пять минут спешить, чтобы понимать, что, да, там, чтобы точно выйти вовремя, вот, потому что те самые пять минут, они вот как раз мне и нужны, оказывается. Я вижу, что там время чуть-чуть спешит, и я понимаю, что у меня еще есть целая минута. Пример, который приводит Джон Перри в своей книжке, такой, что вы можете выбрать в качестве глобальной задачи изучение, например, китайского языка, да, и то есть, да, это будет супер-мега-глобальная задача для вас. Следующая задача будет, да, написать статью там по чему-нибудь, или там оплатить счета, да, и в качестве прокрастинации по отношению к китайскому языку, вы напишите статью, и вы оплатите счета. То есть вы будете откладывать достаточно важную задачу для вас, но не такую важную, да, от которой зависит, там, условно говоря, ваша работа. Я здесь, конечно, не ваша работа учить китайский язык. Вдруг, может быть, я не знаю, тогда что-нибудь другое выбирайте. Вот, то есть на самом деле, но при этом задача не должна быть совсем пустой, да, и совсем недостижимой, она должна быть все-таки достаточно важной для вас, да, то есть в какой-то перспективе вы ее планируете достичь, но от нее не зависит все-таки ваша жизнь. И еще один момент тонкий, связанный, например, с организацией пространства. Да, и наш мир достаточно вертикален, да, он устроен по вертикальной организации. Можете посмотреть на высокие шкафы, которые вас окружают. Вот у меня сзади тоже есть высокий шкаф. Да, и вертикальность в том числе касается нашего восприятия, да, там, например, каноны красоты. Сейчас, например, более актуально вытянутые лица, да, там, вертикально, не горизонтально. Вот, а это все касается именно организации, того, как мы воспринимаем пространство. В чем различие? Люди, которые склонны к вертикальной организации пространства, для них их отличительный признак то, что у них всегда пустое рабочее место, да, то есть у них все убрано настолько, что у них рабочее место вообще пустое. Они, когда им нужно что-то делать, достают и делают, а потом убирают. Для людей с горизонтальной организацией, для них убрать что-то означает, что это пропадет и исчезнет навсегда. Значит, этого нет. Да, то есть, поэтому рабочие поверхности людей с горизонтальной организацией пространства, они завалены, к сожалению, или к счастью. Вот я, например, горизонтал абсолютный. И должна сказать, что на самом деле разница в пространственном мышлении действительно связана с прокрастинацией. Вот, например, с моими студентами, как раз в МИПе, мы проводим исследования на эту тему, и я надеюсь, в скором времени опубликуем даже статью, посвященную этим. Да, и поэтому, естественно, поскольку мир заточен у нас под вертикалов, да, везде шкафы для документов, вот, все, что остается нам, несчастным горизонталом, это рабочие столы, крышки шкафов для документов, это ближестоящие стулья и пол. Но все не так плохо, у нас есть определенные побочные выгоды, да, вселенная все-таки нам какой-то бонус за это выдает. Каждый упорядоченный прокрастинатор, если мы научаемся этому чудесному науку, он действует по принципу, да, никогда не стоит делать того, над чем уже работает сведущий в этом человек, ну, это хорошее правило. И иногда, если не браться за дело сразу, то можно узнать много нового и полезного о том, как его лучше выполнить. И еще один полезный принцип упорядоченного прокрастинатора. Никогда не делал сегодня то, что завтра, может, и делать не придется. К этому у меня есть чудесный старый анекдот, да, про возраст, я выдала свою чудесную фразу, про старый анекдот, про работника жизнедорожного ДПО, да, который, там, не знаю, Иван Петрович, который играет со своим молодым коллегой, к ним заходит руководитель, там, этого ДПО, и говорит, что вагоны нужно переставить, там, с девятого на третий пути. Значит, он говорит, хорошо. Значит, молодой подрывается, значит, старый его останавливает, говорит, доигрываем партию. Через какое-то время снова приходит начальник, говорит, что нужно с третьего переставить на пятый. Он говорит, хорошо. Значит, молодой опять подрывается, этот говорит ему, нет, стой, давай, сиди. Значит, и проходит так некоторое количество раз, нужно бесконечно переставить, и в конце приходит еще раз начальник ТПО и говорит, слушайте, говорит, вы меня извините, пожалуйста, Иван Петрович, ну, говорит, нужно обратно вернуть на девятый. Он говорит, ну, что же с вами делать? Стоит уже. То есть вот действительно, на самом деле, иногда можно подождать и посмотреть, что происходит. Вот, например, с той же самой вакцинацией. Тема опасная. Всем вакцинироваться, кто хочет, кто может. И как советует наше правительство. Исключительно так. Я вот первую часть сделала. Как раз в парке музеон. Очень прикольно. Ощущения непередаваемые. И проблема связана с ревакцинацией. И те, кто вакцинировались в самом начале, сейчас не понимают, каким образом им ревакцинироваться. Потому что разные есть информационные сведения о том, что нужно той же или не той же, или чем, или как, или когда. Через полгода есть антитела, нет антител. То есть информации много, она разная, немножко непонятная. В этом сложно разобраться. И в итоге вывод такой, что люди, которые откладывали вакцинацию до нынешнего момента, оказались в этом смысле более продуманными. Но я не знаю, это специально так или случайно получилось. Но в любом случае, я свою лекцию на этом хочу закончить. Сказать всем, кто меня слушал, большое спасибо. Надеюсь, что никто не болеет и не заболеет. Все вакцинируются, все мы выйдем здоровыми из этой ситуации. И будем прокрастинировать упорядоченно.